Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Ребёнок, 4 года, входит в садик, открытый, общительный мальчик. В группе есть компания детей из трёх человек, девочка и два мальчика. Так вот, когда они по отдельности, они очень хорошо общаются с сыном и играют. Но всё, там собраться втроём, а мой ребёнок не подходит, они его игнорируют или прогоняют. Иногда довольно агрессивно. Мы с ними пересыкаемся по вечерам, так как примерно в одно время забираем детей. Дайте, пожалуйста, совет, как мне реагировать в этой ситуации, что говорить ребёнку. Последняя неприятная ситуация была вчера, они шли втроём, держась за руки. Мой сын к ней подошёл, сказал девочке, с краю давай руку Таня, она её демонстративно спрятала в карман. Мой ребёнок попробовал ещё раз, понял, что им отказывают, и отошёл. Я его увела от них, потом он говорит, мам, мне надо было ещё к Серёже подойти. Я сказал, не стоит, у них сложившийся коллектив, четвёртый им не нужен. Он мне, почему Серёжа бы днём со мной хорошо играл? Было, что говорили мы ему ребёрку, уходи, мы с тобой играть не будем. А что мне сказать ребёрку, как объяснить ситуацию поведения этих детей правильно? Стоит ли говорить, чтобы держался от них подальше? Играл с ними. Ну смотрите, во-первых, ситуация здесь заключается в том, как вы реагируете. Здесь это ключевой фактор, ключевой аспект, потому что ребёнок так или иначе считывает то, как реагируете вы и, значит, воспринимает то, что происходит в контексте именно того, как на это реагируете вы. Это первое. То есть, если вы к этому относитесь, как к трагедии, ну, например, то, соответственно, и ребёнок к этому тоже будет относиться, как к трагедии, что, в принципе, нормально. Вы можете сказать само собой, что вы переживаете за его ребёнку, что вам не всё равно, что с ним происходит. Ну, в целом, конечно, социальные отношения, которые выстраивают дети, в частности, это не та история, где вам имело бы смысл вмешиваться, потому что ребёнку нужно самому учиться выстраивать взаимодействие. Я бы сказал, что дети больше, чем кто-либо другой, сконцентрированы на себе. Ну, то есть, эгоцентристы. Если у взрослых это, скажем так, окрашено в некий социальный аспект, да, то у детей такого окраса нет. То есть, дети эгоцентристы искренне. И то, что, ну, то, что происходит вот с детьми, то, что происходит с группой, это нормально. То есть, нормально хотеть днём играть, там, с вашим ребёнком, а, значит, потом играть с другими. То есть, в данном случае дети учатся, скажем так, ну, выстраивать контакт, выстраивать компакт. Вот, выстраивать контакт, сработать с личными границами и так далее. И понятно, что каких-то таких серьёзных, как бы, отношений друг к другу, да, чувствовать у них ещё не получается. Соответственно, вам здесь нужно сделать упор на то, что дело не в ребёнке, а в том, чего хотят дети. Тогда как ваша позиция, ваша, ну, вот, скажем так, реакция, да, она больше про то, что с детьми что-то не так, что они какие-то, ну, плохие, условно говоря. Или, что ребёнку нужно их избегать. А, по факту, это абсолютно, ну, нормальная история, потому что элементы привязанности, да, для, ну, дети ещё не сформировали. Вот, скажем так, и, соответственно, их поведение вполне адекватно. Просто нужно, чтобы вы и ваш ребёнок не центрировались на личности вашего сына. Это было бы неправильно. Это было бы несправедливо. По отношению к вашему ребёнку. На мой взгляд, самое лучшее, что вы можете сделать, это просто научить ребёнка быть собой. То есть, как бы, если хочешь, ну, играть с кем-то, вот, подойди, дай знать, но будь готов к отказу, вот, что тебе могут отказать, что с тобой могут не захотеть играть, и это нормально. Вот. И когда с тобой играют, просто не думай о том, что так будет всегда. То есть, завтра этого может не быть. Вот. То есть, необходимо будет примерно такую, такую позицию транслировать. Да. Вместе с выражением эмпатии к ребёнку. Вот. Потому что, вообще говоря, дети ничего плохого не делают. То есть, ну, вот, то, что они хотят играть, да. Ну, согласитесь, согласитесь, что было бы странно, если бы, ну, вот, дети не хотели играть, да, не хотели. Ну, играли бы с вашим сыном, вот, что это было, вот, тогда. Да. То есть, ну, хорошо бы, хорошо бы это было. Ну, вот. Ну, на мой взгляд, конечно, совершенно очевидно, что нет. Вот. Такая вот история. На этом всё, пожалуй. Я думаю, что действительно, вот, стоит прислушиться, как минимум, к тому, что обозначил мой коллега Анатолий Михайлович. Вот он, на мой взгляд, весьма интересный дал ответ вам. Вот. Поэтому к нему имеет смысл прислушиться, вот, и действительно посмотреть то, как развиваются общения в вашей семье. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Спасибо. Спасибо.